Критика практического разума. Эммануил Кант. Среда философии. Что же нам расскажут про Эммануила Канта, интересно? Всем здарова, меня зовут Михаил Халецкий, и вы смотрите новый выпуск рубрики Среда философии. Так, я наушники тогда надену, ибо... Ибо эхо, наверное, идёт. Эх, ступид факин Кант, вот это да. Да, Кант, конечно, нам навредил всем. Ну что, поехали так. Ну давайте, Кант. Как вы уже поняли по самым первым кадрам этого видеоролика, сегодня мы должны были говорить об Эммануиле Канте и его книге «Критика практического разума». К сожалению, я не получил от этого произведения того, чего хотел. Вы знаете, я честно полагал, что когда я примусь за эту книгу обстоятельно, и прямо-таки начну вгрызаться в неё, все те непонятки, все эти невероятно сложные конструкции, все те термины, которые казались применёнными ни к селу, ни к городу, когда я открывал, да, да, я до этого книгу на случайных страницах пытался с чем-то разобраться, мне казалось, что после того, как я подойду к разбору этого произведения обстоятельно, вот это всё разойдётся в сторону, и моему взору предстанет нечто великолепное, сияющее, почти божественное. Но хер тебе в рыло сраный, урод как бы! Это же Канто читаешь, чё ты хочешь, блин! Ладно. К сожалению, этого не случилось. Дело вообще заключается в том, что, ну, критика практического разума далеко не самый сложный текст Канто, во-первых, да, там есть слова в духе диалектика, да, диалектика там есть, там аналитика вроде бы тоже есть, но там такой стандартный спектр слов, но эта книжка всё равно простая из-за предмета исследования, и предмет исследования этика, поведение, это практическая философия, критика практического разума, как раз она является критикой практического разума, потому что там практика разбирается, то есть этика, вот, а критика чистого разума, ну, она на порядок сложнее, ну, ну, тоже такой интересный. Вместо этого я снова начал натыкаться на нелаконичные, неясные, какие-то полусофистические конструкции, которые нужно перечитывать раз по 15, чтобы хоть немножко в них разобраться. Да и тут... Вы не поймете, что именно там автор подразумевал. Можно гуглить. Ну, как вариант, можно гуглить слова, которые ты не знаешь. Знаете, наверное, это в первую очередь моя проблема. Я не являюсь студентом философского факультета, в частности, философской специальности. Я не так хорошо подкован с точки зрения философии. Но именно это и позволяет мне говорить, что если вы придете в книжный магазин, и вы увидите серию «Великие идеи» от Эксмо, не нужно останавливать свой взор. «Звездное небо надо мной и моральный закон во мне». Ой, люблю эту цитату, она прям ванильная. А книжка вроде бы укороченная. Ну, то есть, что-то не то с ней. И платить свои деньги вот за это издание, за именно критику практического разума Канта. Не нужно отставьте его в сторону. Эта книга человеку неподготовленному обывателю... Она не для вас написана, не читайте ее. По сути, да, вот вроде меня, она ничего ценного и хорошего не принесет. Потому что эти идеи, они... Вы не сможете, я вас уверяю, вы никак не сможете... Я вас уверяю, да? ...можете прорваться через невнятный письменный стиль уважаемого Канта. Короче, ребят, когда я был физруком, я читать начал Канта. Не критику практического разума, конечно, но критику чистого разума. И для того, чтобы понимать критику чистого разума, мне приходилось дочитывать что-то, в интернете что-то гуглить, знакомиться с чем-то дальше и так далее, и так далее, и так далее. Ну, понятное дело, что с первого раза ты так вот не поймешь книжку. Привет, Лекс Дизайнер. Я даже не знаю, для кого он писал. Я бы мог, конечно, сделать скидку на... Для интеллектуалов своего времени. На те времена, в которых действовал этот знаменитый немецкий философ. Ну, интеллектуалы последующих времен его тоже понимают. Но, черт возьми, когда мы читаем Декарта, все гораздо понятнее, все внятнее, и... Ну, местами, конечно, видны... Напоминаю, эту книжку... Убер-маргинал советует всем. Знаете почему? Знаете, почему? Потому что она написана для дебилов. По сути, самая простая книжка за всю историю философии. Вот это вот реально, да, Рене Декарт, это одна из самых простых книг за всю историю философии. Даже не книга, это рассуждение. Это вот прям вот памфлет, ну, вот такой. Не знаю, это типа, знаете, как это написано? Короче, сижу я такой вот, ноги вверх, вот так вот, ноги вверх-вверх, у камина. Попиваю чаечек и размышляю. А вдруг, а вдруг демон, демон злокозненный меня это обманывает? Вдруг он меня обманывает-то? Эта книжка, ну... Хоть в ней сокрыта глубокая философская проблема, эта книжка действительно одна из самых простых за всю историю философии. Как ни странно, даже Камю, даже Камю, Камю сложнее. Что уж тут говорить-то? Большие, может быть, скажем так, архаизмы или что-то типа того, но... Какие книги для знакомства с Кантом посоветуете, учебники и так далее? Кстати, я сам не особо читал какие-то именно учебники, именно по философии немецкой. Ну, Капулстоун, например, Капулстоун. Привет, Данил. Ну, Капулстоуна обычно советую, но это не специальная литература. Правда, у него там есть про Канта. Есть про Фихта, есть про Ницше, есть про Гегеля. То есть, у него большое-большое-большое собрание книг по всей истории философии. Рекомендую. Ну, в принципе, информация о Канте изложена в разных источниках. Если хотите разобраться в Канте более обстоятельно, заходите на известный портал e-library, вбивайте в поиск. Эммануил Кант. Кант. Блин. Давай, Кант. Кант. Сейчас нам выведут Канта. Ну, да, вот, советуют Гулыгу почитать. Давайте. Ээээ... Не знаю. Трансформация практической философии Канта в современной деловой этике. Ну, не знаю, конечно, это сильно профессиональная статья. Кант или Гегель? Кант и Гегель. Матрашилова, например. Вот. Вот у нее статья есть, посвященная, видимо, данной проблеме. Если хотите очень хорошо разобраться, читайте статьи и монографии. На портале e-library вы найдете и статьи, и монографии некоторые. Вот, если зелененькая, вы можете ее скачивать. Все. Как бы, все, друзья. Ну, вот, вот, кстати, это вообще очень такой профессиональный совет взять и... Нет, Shadow Ninsal. Так вот, в общем, взять и дать человеку вот этот сайт. Вы не понимаете, что пишет Кант? Вы открываете e-library и смотрите статьи по данной теме. Там, бывает, все раскрывается. Простым научным языком. Если вы не понимаете простой научный язык, ну, простите, вам, ну, Данцову считать только остается тогда. Вы понимаете, о чем пишет этот человек? Когда вы читаете... Ну, я пытался понять долгое время, о чем пишет этот человек в значительно более тяжелой книжке, кстати. Ммм, да. Я не скажу, что я являюсь профессионалом в Канте и когда-либо являлся, но, в принципе, в процессе прочтения становится понятно. Эти Макеавелли, а он... А, Киберленинга удобнее, но там статьи не все. Если я правильно помню, Пушпаранч это, чем Кант писал. Да, Нормисы это прикольно. Нормисы мне нравятся, они такие позитивные. Как бы, вы читаете Макеавелли и... Ой, Макеавелли, это же такая большая философия. Не, ну, Государь, он просто, ну, и тоже довольно-таки... Такой. Там политические, практические советы, ну, окей. И тоже все гораздо понятнее и четче, и что самое главное... Будь лисой или львом, уууу. И этот такой чувак, о, как это мудрый, понятно. Бля, окей. Что у Рина Дакарта, что у Макеавелли есть идеи, которые вы можете применить в своей жизни, есть над чем за... Спасибо, Ярик. ...подуматься. А когда вы открываете Канта и пытаетесь как-то там прикинуть его мысли, его идеи на себя, ничего этого не происходит. Так, то есть мысли Макеавелли... Категорический императив Канта, поступай с другими так... Поступай по той максиме, которую, ну, в итоге ты станешь... Так. Поступай по той максиме, по которой, ну, что бы ты хотел, чтобы она стала в итоге всеобщим законом. Как-то вот так это звучит, категорический императив. Я плохо сейчас, очень-очень плохо все это рассказал. Ну, не важно. Не важно. Категорический императив известная штука. Так вот, вот это он применить не может. Этику. Этику Канта. Этику Долга Канта. Странно. Очень странно. Ну, то есть, потому что этику Канта применять в жизни, ну, довольно-таки просто. Про этику у Канта совсем разжеванной в метафизике нрава в двух частях, да. Там отдельные главы про его взгляды на самоубийство, ложь, обязанности. Самый доступный из его крупных трудов, на мой вкус. Согласен. Согласен. Вполне согласен. Вполне поддерживаю. Кстати, у меня немножко вроде бы перемешалась метафизика нравов и критика практического разума. Ну, ввиду того, что рассуждение о лжи его я помню. Но оно, видимо, в метафизике нравов, а не в практическом разуме. Поэтому, друзья, вот такой вот мой вам совет. Ну, здесь еще какой-то кастрированный вариант критики. Если вы, как и я, да, много раз слышали. Ммм, отец классической немецкой литературы. Окей, поправку заметили, да, тупо, супер. Мануил Кант, его нужно почитать. Нет, вам не нужно его читать, вам не нужно тратить на него свое драгоценное время. Лучше обратите внимание на кого-нибудь еще. А, их издают вместе. Окей, хорошо, тогда я читал все сразу. Из философов, в частности, из серии «Великие книги». Ну вот и все, друзья. Большое спасибо, что посмотрели этот видеоролик из серии «Среда философии». Ну, а я уже, как всегда, обращаюсь к вам с вопросом... О каком авторе мы будем говорить в следующую среду? А нахера ты брал Канто-то, чувак? Ну, потому что он нормис, поэтому он похож на других нормисов. Это как эти, не знаю, желтые чуваки-миньоны, они все тоже похожи. Будет ли это Вольтер с его трактатом о терпимости? Или же мы поговорим про Артура Шопенгауэра и его произведение «Искусство побеждать в спорах»? Ну, искусство побеждать в спорах ты не осилишь, чувак, как бы. Как бы ты Канто не осилил, а искусство побеждать в спорах, нет, тоже не получится. Бери Вольтера, чувак. Трактат о терпимости — это твой уровень, окей. Трактат о терпимости ты поймешь. Вот здесь уже сильно сложно. Уже сильно очень сложно. Ашадов не нормис. Для того, чтобы проголосовать, просто напишите в комментариях одно слово. Вольтер или Шопенгауэр. Какой из авторов, какой из этих философов получит больше комментариев с его именем к, скажем, вечеру этой пятницы, да, к 23.59 этой... Ого-го! Спасибо, император Троян! Ого-го! 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 Это клёво! Это клёво! Спасибо большое! Во-первых, видео хорошее. А во-вторых, сколько оно там идёт? Да, там всё хорошо. Это всё прилично. Это не двойная. Иристика несложная, но эта книжка, по сути, софистическая. Там реально софистическая книга, где Шопенгауэр описывает уловки. И в этом смысле, и в этом смысле, конечно же, читать её будет не так уж и просто. Потому что, с одной стороны, у нас трактат о терпимости, а с другой стороны, у нас произведение, посвящённое теории аргументации. Вот, чтобы вы немножко разницу видели. Иристика Артура Шопенгауэра топ. Искусство побеждает в спорах, это топ. Это классная книга. Но Нормису... Нормис вот так будет её читать где-то. Притом, он каждую неделю готовит текст, как видео к новой книге, понимаете? Каждую неделю. То есть, он должен прочитать книгу, там, не знаю, критику практического разума, за неделю должен был прочитать. Пятницы. Тот, пожалуй, и станет победителем. Тот и получит ролик о себе, о своей книге к следующей среде. Ещё раз большое спасибо, что посмотрели этот видеоролик, друзья. Так, чё там, чё вы выбрали? Ну чё, петухи, чё вы там достали ему? О, нас смешила та книжонка. Ой, вообще неплохо начать со снов Платон Аристотель. Хороший совет, попробую обратить на это внимание. Спасибо. Смотри, какой позитивный человек. На самом деле, он очень позитивный. Видите, хороший Нормис. По-моему, круто. Отличный, прекрасный Нормис. Вот взял и начал читать с практического разума. С практического разума, естественно, он не понял. Блин, реально кайф, люди прямо хайпуют. Шопенгаур, Артур Шопенгаур, Вольтер. Артур, блин, Вольтер, Вольтер, Вольтер. Ну всё, он спасён, кажется. Не, Шопенгаур, Шопенгаур, Шопенгаур. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Бля-а-а-а-а-а. Не, ему не повезло, друзья. Кажется, он Шопенгаура будет это разбирать. Печально, печально. Ну, я, в общем-то, соболезную ему. Ему потом ещё и Шопенгаура пришёлся разбирать. Где у него есть там Шопенгаур уже? О, рассуждение о методе, видите? Он там рассуждает о методе тоже. вот смотрите александр шатов александр шадова жалко мне его жалко и там дальше еще шопенгауэр он там еще раз обосрался